Вестгейт 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 Девятнадцатая серия Войдите. Сестра Дженкин сказала, что у вас для меня есть новости. Не волнуйтесь так, это хорошие новости. Садитесь, Айвар. Руководитель комиссии изучил ваше дело и рекомендовал отделу снять с вас диагноз. Вы в хорошей форме. Не беспокойтесь. В вашем случае доказательство вашего состояния простая формальность. Вы можете завтра уехать. Так скоро? К сожалению, но мы будем видеться с вами. Вы будете приезжать к нам для консультации. Так что я вас поздравляю с выздоровлением, Айвар. Поздравляю. А как долго это еще продлится? Что? В выздоровлении? Вы в меня не верите? Но ведь должно же быть что-то... Чем быстрее мы сделаем прорыв и примем решение, тем легче будет вам. Я не собираюсь нести всякий вздор. Вы прошли через очень многое. Поверьте. Ваши маленькие странности исчезнут. И только при встрече со странностями реальной жизни. Это единственная возможность. Чем могу помочь? Мистер Бартлетт сообщил мне, что вас волнует прибавка к жалованию. Я сейчас объясню. В этом нет нужды. Просто я отвечаю за эти вопросы, и вот я перед вами. Но мистер Бартлетт... Вы не совсем хорошо меня знаете, но это можно исправить. Я считаю, что сотрудники должны общаться. Может, поболтаем за рюбочкой после работы и решим эту маленькую проблему? Решим проблему? У вас или у меня? Решение оставляю за дамой. Боюсь, что не смогу. Почему? Мистер Бартлетт уже повысил мне зарплату. Так что извините. Этот звонок... Привет, Маргарет. Здравствуйте. Посмотри сюда. Ну что же ты. Давай начнем сначала. Будь умницей. Твой ход. Нет, твой ход. Мама. Ну, еще разочек. Попробуй. Я не могу. Мама, эта холодная война между нами просто смешна. Я предлагаю спокойно сесть и поговорить откровенно. Нам с тобой или с Бонни вместе? Трое из нас вовлечены в эти сложности. Четверо. Давай поговорим с тобой, Эшли. Так, молодец. Я уже сделала ход. Мне очень сложно с тобой. Мама, иногда с Бонни непросто, я знаю. Но мне всегда казалось, что у вас так много общего. Может, ты дашь еще один шанс. Молодец. Умничка. Она не такая жестокая и напористая, как это может показаться. Иногда она бывает такой запуганной. Молодец. Молодец. Бонни убила бы тебя за эти откровения. После последней ссоры она так плакала. Никогда не видел ее такой расстроенной. Нам не нужны, не нужны эти проблемы. Еще разочек. Мы должны все наконец выяснить. Не настраивай меня против Бонни и не заставляй принимать чью-либо сторону. Ты уже сделал выбор, когда женился на ней. Какой же ты молодец, Джеффри. Молодец. Хорошо. Вот так. Он ушел. Да. Почему? Поцелуй меня. Джеффри. Ну, поцелуй меня. Молодец. Хороший мальчик. Уоррен, мы рассмотрели все предложения и приняли решение. Вы победили. Спасибо, господа. Спасибо. Подготовка контракта не займет много времени. Кстати, хотим предупредить, тебе уже нанес визит Питер Пеннери. Это фанатик-активист, профессиональный активист с лозунгами и петициями. Да, он профессионал. А что он знает? Достаточно и о том, что происходит в Козе Бэе и о нашем участии в этом проекте. Мы должны выяснить различные детали и внести их в проект ландшафта. Иначе мы в беде. И использовать это как контраргумент. Но до того, как этот проект дойдет до общественности. Мы хотим, чтобы Пеннери оставил нас в покое. Я понял вас. 400 лет назад Фрэнсис Дрейк описывал этот залив как самый прекрасный уголок на Земле. Как бы он воспринял его сейчас через перенос смога, небоскребы, магазины и прочее? А как насчет атомной электростанции? Об этом скажем в следующем сюжете. Мы спорим о том, действительно ли он так хорошо смотрится, как раньше. Но прогресс не стоит на месте. Как же мы оправдываем перед потомками эти изменения? Мир и судьба Земли зависят от того, чем мы занимаемся сегодня. Давай еще раз снимем боню. Ты готов? Готов. Хорошо. Что же мы знаем? То, что эта территория будет застроена. А появление бульдозеров – только вопрос времени. Что мы должны делать? Во-первых, нам необходима информация. Информация правдивая. А каким временем мы располагаем? 21 день. Хотя нет. Нет. 18. Нашим девизом должны стать слова, быстрота и аккуратность. Не нужно, чтобы началась путаница в фактах какие-либо обвинения в некомпетентности. Как можно скорее мы должны повлиять на общественное мнение. А кто, кроме банков, собирается принять участие в застройке Козебей? Это нам еще предстоит узнать. Миссис Беркли. Добрый день, мистер Гранд. Миссис Беркли. Как он? Не очень хорошо, поэтому я и позвала вас. Доктор Фарнелл считает, что ему осталось недолго. Я буду наверху через минуту. Редактор-пай, Миссис Беркли. Редактор-пай, Кぶин Беркли. Миссис Беркли. Уaly жизнь Беркли. Субтитры создавал DimaTorzok Я знаю, что умираю Отец, мой сын навещает меня после такого долгого отсутствия Я знаю, что умираю Слышал, что ты удачливый бизнесмен Я пришел посмотреть, как ты Хочешь, договорюсь с больницей? Ну уж нет Я умру там, где я жил все эти годы Только здесь Как тут мрачно Утром совсем другое дело А вечером, не беспокойся Миссис Грант заботится обо всем Если хочешь, мой адвокат Деннис Хиттон поможет тебе разобраться в твоих бумагах Ты говоришь о моем завещании Не только Мое завещание в порядке Уже много лет И не стоит уделять этому так много времени А что тебя волнует? Деньги Я приглашу доктора Фарнона У меня есть его номер телефона Об этом можешь не беспокоиться Постараюсь не доставить тебе хлопот Привет Это гримёрные телезвезды Бонни? Привет, Джо Нет, это тайный обожатель Не остри Это сложно, ведь между нами сотни миль Тогда закрой глаза и представь, что мы в одной комнате А что на тебе? Я собираюсь спать, так что почти ничего А я уже в постели Тебе удобно? Ты так делаешь, когда я глажу тебе спинку Тебя первый раз соблазняют на таком расстоянии Когда любишь, расстояние просто ничто Мы можем открыть свой бизнес Позвони любовнику Ну, у нас всё время будет занято Что ты делаешь? Пытаюсь прижаться к тебе Для некоторых самый неприятный момент, когда они сюда попадают Братья Для него настало время покинуть нас Это понятно Но это место стало чем-то вроде дома для вас Не бойся остаться в одиночестве в любой момент Я приду тебе на помощь В любой момент Ты готов? Я сделал это для вас Нравится? Мне нравится Спасибо, Айвор Спасибо Может, кому-то и не понравится Но ведь это рисунок пациента Понимаешь? Айвор Мирил нашла, где ты сможешь остановиться на время Привет Удачи тебе, Айвор Всего доброго До свидания Это очень просто, мисс Паркер Отвечайте на мои вопросы Не обращайте внимания на камеру Вы уверены, что получится? Люди засмеются, увидев такую эксцентричную старуху, как я Совсем нет Я знаю, как вы относитесь к проблемам застройки окраин И с какой страстью вы об этом говорите Если вам нужны страсти и эмоции, то лучше взять интервью Питера Пенери Он председатель общества защиты окружающей среды Захватывающая информация Где ее найти? В университете Спасибо Держи Вот то, о чем ты просил Что с меня причитается? Ну, я думаю, что романтический ланч с тобой Я, может, обед С удовольствием Договорились У меня есть новость Кое-кто решил обсудить мою прибавку к жалованию На маленьком интимном обеде Представляешь себе? Повышение зарплаты? Уж не убийца легалой? Он предложил про зарплату поболтать у него дома Вот ванна, кухня Я редко готовлю, так что поступайте, как вам удобнее Спасибо Я думаю, что вам здесь понравится Я надолго не задержусь у вас Просто смотрюсь Не торопитесь Что-то будет казаться странным, но вы привыкнете А вы, может, ко мне жалость испытываете? Нет, я не такой человек Почему? Я всю жизнь одна И изменения могут принести мне только неудобства Как насчет чашечки чая? Или что-то покрепче? Да, спасибо В политике нашей рекламной кампании Должно доминировать качество цвета В данном случае зеленого Зеленого для свежести Но это копия Вам что-то не нравится? Каждый рекламный лозунг Это обещание В своей работе я взял это за правило Всегда купается А вам советую выбрать другой фрукт Чего ты ждешь? Как он? Тихий, спокойный Очень спокойный Я ведь всегда был таким, как он Может и был У него есть какие-нибудь планы? Думаю, что есть Ну что, начнем? Я готов Не могу поверить, что прошло всего два месяца Да, такое впечатление, что прошли годы Как долго вы знакомы? Пять лет А ты хорошо знаешь Айвара? Что-то никогда его не встречал? Нет, я знаю, что он очень талантлив, замкнут Вещь в себе Вряд ли его кто-то понимает Даже ты Но он нравился тебе? Да Какое странное впечатление он произвел на Бейсгейт До сих пор говорят? Ну, все уже закончилось Что именно? Его проблемы, Сэш О чем это ты? Я хочу поговорить с тобой О своих чувствах Поговорить честно и открыто Я уже сказал, как я отношусь к Джеффри Мать очень привязалась к Джеффри И с каждым днем их будет все сложнее разлучить Делай, что хочешь, но знай Я тебе мешать не буду Советую заняться этим скорее Сдачи оставьте себе Пошли, Джеффри Мы уходим в магазин Поиграешь с ним, когда вернемся? Ну, идем Вот так Ты посмотри-ка, ты весь в траве Давай я тебя отряхну Ну, пошли, пошли, Джеффри Вот так Пошли Ой, какой ты грязный Смотри-ка, я тебя отряхну Смотри-ка, я тебя отряхну Смотри-ка Смотри-ка Субтитры подогнал «Симон» Пошли, пошли и отставай. Пошли, пошли и отставай. Джеффри! Отойди от него. Что происходит? Убирайся. Он хотел украсть у меня ребенка. Он пытался это сделать. Он пытался украсть моего ребенка. Он пытался. Зачем ты это делаешь? Я просто закрываю дверь на замок. Маргарет! Поиграй с кроликом. Хотя нет, не ходи в сад. Иди к Маргарет и закрой заднюю дверь. Иди, иди мальчик. Закрой дверь. ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ Я, моя сестра. Я смогу вам чем-нибудь помочь? Есть ли у вас помещенный судом пациент Айвор Крафт? Я звоню, чтобы узнать, где он сейчас находится. А кто это говорит? Я миссис Вестгейт. Мать человека, которого он шантажировал и пытался убить. Крафт убежал. Я только что его видела. Нужно осведомить полицию. Он больше не наш пациент. Он ушел отсюда в четверг, миссис Вестгейт. Миссис Вестгейт? Миссис Вестгейт? Привет. Как провел день? Привет. Идет неплохой фильм. Давай сходим? Сегодня? А у тебя другие планы? Нет. Он идет в кинотеатре. Извини. Телефон. Алло. Мюрил. Это Элис. Айвор на свободе. Да, я знаю. Он только что пытался забрать Джеффри. Прямо в магазине. Я боюсь, что он наблюдает за моим домом. Что мне делать, Мюрил? Посоветуй мне что-нибудь. Я перезвоню тебе позже. Хорошо. Я буду дома. Спасибо, Мюрил. Пока. До свидания. Айвор, звонила Элис Вестгейт. Почему ты мне ничего не рассказал? Я собирался. Я думала, что ты весь день был дома. Я должен был это сделать. Что сделать? Я хотел забрать Джеффри. Схватить его в магазине среди толпы? Это сумасшествие. А я сумасшедший. Шесть месяцев был в клинике. Но это не лучший способ. Мюрил, на чьей ты стороне? На твоей, Айвор. Я хочу помочь тебе и Джеффри. Просто нужно действовать обдуманно. Иначе у тебя никогда ничего не получится. Я знаю, мама, но он не хотел навредить ребенку. Дико схватить его и не причинить вред? Этот человек опасен. И о чем только думают в больнице. Я хочу защитить себя и Джеффри. Нужно что-то предпринять. Моя позиция тебе известна, мама. Айвор – его отец. Но он сумасшедший. Почему? Он ведет себя, как сумасшедший. Он схватил Джеффри прямо в магазине. Джеффри – твой сын. Если ты не хочешь нас защитить, я это сделаю сама. Может, ты мне расскажешь хоть что-нибудь? Это конфиденциальные информации. А чем ты занимаешься там, внизу? Снимай документальный фильм «Изнасилованный залив». Название рабочий, потом изменим. И на чьи пятки ты наступаешь в этот раз? Как я не знаю. Но точно что наступаю. А почему мы обедаем без Джоан? Она занята? Она встретила друга. Может, мы все вместе и пообедаем? Боюсь, что не получится. Фирма настаивает на эксклюзиве. Значит, вы не должны принимать участие в каких-либо рекламно-печатных компаниях. И исключаются даже снимки в газетах и журналах. А что дальше? Мы хотим заключить с вами контракт на два года. А какие-то вообще дела? Этот вопрос означает, сколько я буду получать? Двенадцать тысяч. Со второго года десять процентов от прибыли. Двенадцать тысяч? Контракт дает право записывать и издавать твои пластинки любым тиражом. Двенадцать тысяч. Нужно внимательно изучить условия контракта. Это ваше право. Но мы хотели бы заключить контракт как можно скорее. Почему бы нет? Не нужно торопить события. С контрактом должен поработать наш юрист. Ну, как тут дела? Заказчик мой недоволен. И Алекс недоволен. Каждый лозунг – это обещание. И возьмите это за правило. Я, вероятно, никогда не найду обещание. А у тебя возникнут проблемы с фруктами. Ну, на. Пытайся. Ронни, что с тобой? Какой дьявол в тебя вселился? Куда ты так торопишься? Сразу подписывать. Почему ты не доверяешь агентству Вестгейт? Я бы этому парню из агентства свое белье постирать не доверил бы. Так, по-твоему, он нас хочет обмануть? Господи. Не верь на слово юноши с прилизными волосами и в таком костюме. И к какому мы идем юристу? Никакому. Я просто не хотел, чтобы этот господин командовал. Ронни, это мой контракт и мои проблемы. Давай посоветуемся с Гассом и узнаем его мнение, хорошо? Привет. О, Арон, я не вернулась. Я просто пришла за своими вещами. Они мне понадобились. Я же не могу без вещей. Значит, это все? Мое завещание подготовлено. Я передам его тебе завтра. А что ты думаешь по поводу моей машины? Я что-нибудь решу. О совместном бюджете я оплатила счета за воду, газ, электричество. Ты тоже однажды собрал чемодан и ушел. Нам было бы проще с тобой, если бы мы ненавидели друг друга. Ты действительно так любишь его? Да, иначе все осталось по-прежнему. Ты уходишь прямо сейчас? У меня билеты на семичасовой рейс. Я отвезу тебя в аэропорт. Привет. Что происходит? Сэм ничего не знает про Берри. Берри? Кто это? Я хотела тебя видеть, Сэм. Только я не знаю, как рассказать тебе. Я даже хотела написать об этом. Мы встретились в Кейптауне. На пляже. Берри пишет картины и книги. У них много общего. Наконец у тебя появилось то, чего ты не смогла найти здесь с нами. Ты уходишь? Да. Мы будем жить вместе. Сэм, я не говорила тебе о нем, потому что не знала, как ты отреагируешь. Что ты предпочитаешь, чтобы я смеялась или плакала? Мы все имеем право жить, и этим нужно пользоваться. Только мы придем к этому разными путями. Отвечай, пожалуйста, на мои письма. Не забывай меня. Я буду ждать. Пока. Мама. Мама. Так что там с отсутствием шипучести в джерондо? Джерондо не газированный напиток, а препарат для желудочных больных. Скажите, а вы видели рекламу этого продукта? Конечно, она не меняется уже 20 лет. А у вас есть оригинал этой рекламы? Конечно. Как я уже сказала, она не меняется 20 лет. И вы не пытались ее изменить? В этом не было необходимости. Почему вы используете сочетание «негазированный напиток» и не используете слово «шипучий»? Это же гораздо лучше. Пойдемте обедать. Думаю, что никогда не дождусь этих слов от тебя. Заодно все обговорим. Меня приглашаете? Конечно. Платит Боб. Во что ты так погружена? Принесите вина. Что с тобой? Я думаю о том, как точнее лучше определить Джеронда. Что-нибудь такое, от чего бы вы просто присели от восторга. Никакие мысли появились? Какие-нибудь идеи? Все дело в том, что никто не хочет. Ничего меняется. Как вы придумали что-то сто лет назад, так и готовы с этим остаться сегодня. Ты абсолютно права. Мы встречаемся раз в месяц. Ведем скучнейшие разговоры за ланчем. Почему? Это продолжается из месяца в месяц. И я уверен, будет продолжаться дальше. Зачем ты об этом говоришь? Нужно быть честным и признать это. Наши беседы полны иллюзии сотрудничества. Это фарс. И мы это сознаем. И ты, и она. Ты так считаешь? Уверен? Какие мысли у тебя на этот счет? Думаю, что я на этом закончу. Ты не слишком ли? Да нет. Он мой друг. Пошли. Ну как ланч? Потрясающе. Это была французская кухня? А как насчет лозунг обещания? Я не разочарую тебя. Я знаю. Потому что я гений. Очаровательный гений. Я бы хотел подумать. Мы всегда можем переделать это на обещания в каждом стакане сока Бьютфрут. Поговорим позже. Это откровенная издевка. Не просто издевка. А наглость. Этого можно было ждать от девчонки, но нет такого серьезного человека, как Фримен. Они перегнули палку. Странное поведение художественного директора. С этого момента можно считать его бывшим художественным директором. Кажется, ты их раздразнила. Они хотели обещания. Они его и получили. Орен. Я хотела кое-что с тобой обсудить, но кажется, я не вовремя. Останься, Мюрилл. Что-то личное? Нет, Орен, это не личное. Я хотела бы уточнить с тобой бюджет рекламной кампании. Джоанн ушла к другому. Я не знаю. У меня было такое странное чувство, что с тобой что-то происходит после возвращения Скипптаула. Весь ужас в том, что в какой-то момент понимаешь, что все, для чего жил, куда ты исчезла. Да, уже поздно. Извини, о рекламе мы так и не поговорили. А тебе пришлось меня слушать. Ничего. Я думаю о дочери. Жду от нее каких-нибудь известий. Я не могу предугадать, что ждет ее. Понимаешь, у нее есть парень. Счастлива ли она с ним? Не знаю. Мы теперь вместе. Я иногда думаю. Неужели все происходит со мной? Очень тяжело жить с человеком, который всегда был тебе чужим. Это встречается повсеместно. Наш пример не исключение. Нас склонили этим и обрели друг другу. И слава богу, Барри, что это произошло. Слава богу, Барри. Я даже до сих пор не верю, что встретила тебя в своей жизни. Я думала, что я никогда не способна уйти к другому мужчине. А ты что чувствуешь? Примерно то же самое. Я... Понимаю Уоррена. Я сам был долгое время в этом бизнесе. Он изматывает. Если бы я в нем остался, сошел бы с ума. Но... Теперь я встретил тебя. Кто вы? Я миссис Джубер, мать Мюррел. Очень приятно. Айворкрафт. Айворкрафт? Мюррел позволила пожить у нее, пока я не найду квартиру. Я занесла Мюррел кое-какие вещи и собираюсь уходить. Привет. Я зашла поздороваться и принесла тебе мелочи. Это Айвор, мой друг. Мюррел вам все объяснит. Как ты можешь? Все нормально. В этом доме? Все в порядке, мама, не волнуйся. Легко сказать, не волнуйся. Он совершенно здоров. Ты хочешь сказать, нормален? Извините. Он правда совершенно здоров, мама. Нормален. И что ты думаешь, Ронни? Ронни! За их требования 12 тысяч просто гроши. Песня моя. А музыка как музыка не совсем твоя. Я договорюсь с ребятами из группы. А как репутация, доверие? Кому ты веришь? Рекламным мальчикам? А что ты имеешь против? Мой отец тоже этим занимается. Я против того, чтобы на тебе делали деньги. Чтобы тебя использовали. Ты просто псих. Люди из Вестгейта тебя просто используют. Мой отец в этом бизнесе. Я против того, чтобы тебя использовали. Так противно. Даже если это твой отец. Джонс. Обещаю, что я первым об этом узнаю. Дай слово. Дай мне слово. Пока. Извини, что не предупредила о маме. Кому звонил? Джонсу. Джонсу? Ну почему? Что ты от него хочешь? Джонс мой друг. Что? Мне нужен адвокат. Адвокат? У меня сегодня сложный день. Хочу обговорить с юристом детали одного плана. При чем тут Джонс? Давай выпьем. Выпьем, Айвор. Да. Встретимся через 30 минут. Пока. Пока. Договорились. Элис, все в порядке. Я не причину тебе вреда. Я ждала тебя. Джеффри здесь нет. Можешь все обыскать. Не сейчас. Не сейчас. Сначала убей меня. А потом попробуй его забрать. В последнюю нашу встречу говорила только ты. Теперь моя очередь. Это мой внук. Он Вестгейт. Он принадлежит нам. А что говорит об этом закон? Я знаю об этом все. И готова отправиться в суд. Хорошо. Я тоже готов. Айвор, ты не сможешь выиграть. Ты не сможешь. Тебя лечили в психиатрической лечебнице. Вы можете нанять лучших адвокатов. Купить всех свидетелей. Это не имеет значения. Мне нечего терять. Делай, что хочешь. Пожалуйста. Я не остановлюсь. Имей в виду. Я тоже. Ваше слабое место – репутация. И все разговоры, слухи, огласка могут ее уничтожить. У меня много интересных фактов для газет. Еще и со снимками. Эшли, Имона, Глория, Денис. Игра в покер на раздевание. Пикники у реки. Продолжать? Ты меня не запугаешь. Нет. Хорошо. Эшли Вестгейт пытается усыновить ребенка своего друга. Как это воспримут газеты? А судья? Представь. А тест? На отцовство. По крови. Какие будут заголовки? Отец Вестгейта незаконно рожден. Это сенсация. Огромные заголовки. Все газеты будут пестреть этими заголовками. Это сенсация. И какая сенсация. Убирайся! Теперь тебе есть над чем поразмышлять. Он пытался шантажировать Эшли. А теперь меня. Он сделает, о чем говорил. Это не просто усыновление. Это странная история. Например, женить бы на Бонни. Подумай о себе. О Вестгейтах. Подумай. Это не важно. А компания? А семейное дело? Никто не имеет права меня шантажировать. Меня это не касается. Я хочу предупредить тебя как подругу. Реклама – это моя профессия. И я очень хорошо знаю ее силу. И что она может сделать с человеком. Никто не переживет этот скандал. Он сказал, что эти встречи – пустая трата времени. Во время обсуждения дел своих клиентов он умирает от скуки и не считает нужным обсуждать наши проблемы. Отношения клиентов его не волнуют. За что мы платим 50 тысяч в год? За привилегию говорить, что Вестгейт – наша компания? Нам больше не о чем говорить. Вы уверены? Абсолютно. Мы уже ничего не можем исправить. Почему она? Она дракон? Да. Это ваш выбор. Галуи ждет тебя в офисе Алика. Спасибо. Что вы хотите? Закройте дверь. Это не займет много времени. Кто это дал тебе? Взял. Сам. Но Алик отсутствует, и ты не можешь это пить. Ты смеялась, когда я говорил тебе, что кое-кто – убийца. Что случилось? Выпей за мое будущее, сладенькое. Меня только что уволили. Миссис Беркли. Мистер Грант, ему плохо. Доктор Фармен в пути. Спасибо, что позвонили мне. Миссис Беркли. Спасибо. Миссис Беркли. Давай застегнем пуговки, чтобы ты был аккуратной. Вот так. А где мой мишка? Он тебя ждет. А где? Вот он. Ну-ка, бери его. Вот так. Привет, Маргарет. Здравствуй, папа. Привет, Джеффри. Элис. Вот его чемоданчик. Пойдем. Пошли. До свидания, бабушка. До свидания, Джеффри. До свидания. До свидания. ПОismo heightened. До свидания, бабушка. Конец 19 серии Конец 19 серии